я завтрак пропустить не могу уже чувствую себя не фонтан а вы мне говорите несколько дней без еды вы что сумасшедшие ревочки поехали разбираться с тем что будет с нами если мы не поедим несколько дней полетели ребята вопрос голода очень и очень остро стоит современном обществе и я хочу чтобы вы понимали разницу между истощением и действительно голодом во имя здоровья потому что голодами здоровья это означает что вы осознанно пропускайте прием пищи для того чтобы получить какие-то ну мы скажем да положительные качества которыми ваше тело может вас наградить и многие спрошу какие могут положительные качества то что я как бы не ем не дискомфорт а плохо больно и вообще что здесь хорошего сейчас все расскажу запоминайте три процесса важнейших которые вашем организме происходит если вы не поедите первый это аутофагия очистка организма на клеточном уровне профилактика доброкачественных и злокачественных клеточных образований папилломы миомы полипы онкология склонность к онкологии во время уже действующих так сказать процессов борьбы даже если чек на химиотерапии то мы видим в доказательствах работы с тысячами людьми у которых всячески улучшаются вопросы здоровья и профилактика и уменьшение опухоли на фоне практики аутофагии не теория ребята а практика с которой я делюсь приходит вам из уникального проекта по гоморафон где я имею возможность наблюдать за анализами тысячи людей по всей планете разбросанных с разными состояниями здоровья и могу с уверенностью сказать что этот процесс задействуется во время голоданий но не истощение второй момент это стволовые клетки это выработка огромного количества клеток особенно на вторые и третьи сутки ночью это помогает стимулировать процессы регенерации восстанавливаются ткани и вообще в принципе девчонки и мальчишки особенно за 40 45 драматически видит улучшение визуально на себе и травмы старые которые не давали покоя более прочие другие моменты просто уходят и третий момент ребята это гормон роста самототропный гормон роста который симулируется при помощи тренировок ну примерно на 20-30 процентов а при помощи голоданий можно увеличить его объем 5-8 раз и поднять его до подростковых уровней уже в зрелом возрасте это помогает регенери это сохраняет ваши мускулы регенерирует ваши ткани и когда мы говорим с вами о аутофагии о гармонии роста о стволовых клетках мы видим что процесс здорового голодания который встроен в человеческий организм запомните это не какая-то придумка современно это то что в наш геном встроено и приходит к нам из эволюционного пути человеческого вида мы никогда если вы посмотрите в последний миллион лет развития человеческого да вот под вида homo sapiens не были постоянно закормлены так как мы закормлены сейчас отсутствие пищи пролонгированный процесс промежутки времени это абсолютно естественный процесс и ребята ваше тело ни в коем случае не будет прям сжигать мышцы если ты не поешь пару-тройку часов наоборот стимуляция симпатической нервной системы будет помогать тебе иметь высокий четкий да фокус большое количество сил ты будешь по сути включать те процессы которые современщик включает очень редко я уж молчу ребята если вы например не поедите хотя бы 16 часов какие процессы уже в первой половине дня будут задействоваться а задействоваться будут следующие во первых нормализуется уровень глюкозы крови во-вторых начинает восстанавливаться работа поджелудочной которая в основном всегда пытается понизить уровень глюкозы а здесь оказывается есть еще вторая функция нашей поджелудочной это не дать глюкозе упасть ниже адекватного уровня чтобы чувствовать себя хорошо многие люди завтракают потому что их просто плохо плохо им потому что у них поджелудочная не работает ребята запомните мы это уникальные мощнейшие автономные машины которые могут не просто день-два а и голодание семи и десяти дневные очень полезны я в рамках нашего проекта практикую 72 регулярно сам прохожу 72 регулярно запомните в одном килограмме вашего жира и даже если у вас практически нет лишнего веса то не менее 50-60 тысяч калорий вы на себе несете а если у вас есть более 10 лишних калорий это и 100 и 120 и 140 тысяч калорий а дневной объем того что сожжется если ты не поешь это всего полторы две поэтому процессы отсутствие пищи это больше связано с приобретенным отсутствием автономии нежели с какими-то негативными моментами ваши мускулы ваша кожа ваши волосы ваши ногти ваш разум выиграет только при этом поэтому не бойтесь практиковать наши продленные голодания 48 72 96 запросто но входить них нужно тоже правильно прошу вас пожалуйста не ешьте огромное количество углеводистой пищи а затем нужно срочно компенсировать и я сделаю 48 или 72 чтобы откатить назад вес потому что ел мусор так не делается ребята ваша кета или палео то есть чистый просто рацион с отсутствием мусора это здравый смысл чтобы не было сильных сахачков сахара когда вы делаете голодание непосредственно прошу вас пейте правильную воду и достаточно полтора два литра электролиты являются ключом поддержания клеточного энергетического обмена и ни в коем случае я видел часто люди пьют воду с медом или еще какая-то дичь когда ты привносишь углеводы и просто блокируешь на фундаментальном корне процесс жиросжигания ребята фишка конверсии вашей жировой ткани в энергию проходит через печень и через повышение кетоновых тех то есть вы по сути будете жиросжигать только если решите свой организм полностью иных источников энергии а это означает что никакой воды с лимоном или с медом или еще какая-то дичь этого быть не должно поэтому запоминайте бояться нечего стволовые клетки гормон роста аутофаги инвестируют ваше здоровье мощнейшим образом особенно ночью когда вы ложитесь спать и все эти процессы начинают задействоваться в рамках отсутствия пищи ваши внутренние органы возвращаются к базальным своим значениям печень начинает работать эффективнее и очищаться наконец-то у многих это годами процесс не действующийся поджелудочная ваша начинает работать на не просто о максимальных оборотах а наконец-то начинает нормально функционировать и вы включаете те процессы обмена веществ которые в организме работали в это я молчу у вашем кишечнике который просто наконец-то усилит перистальтику и начнет очищаться от избыточного бактериального роста ребята ваш желудок только ждет для того чтобы восстановить свою функцию и запомните желудок не будет сам себя переваривать если ты не ешь не бойтесь стартуйте со следующих шагов уберите мусор из вашего рациона опустите количество углеводов до максимум 10 в идеале до пяти подвиньте в первый второй третий или в суммарно перейдите на отсутствие завтрака и затем раз в неделю стартуете 48 раз в две недели 72 раз месяц 96 попробуйте этот уникальный инструмент который возвращает нас в здоровое русло и запомните ребята ваше тело создана для этого мы просто утратили возможность автономии в современной культуре никто не будет атрофировать ваши мышцы сжигать вас желудок изнутри переваривать и прочие все процессы вы будете работать на тетонах и вы поймете на что способны будьте здоровы дорогие